В диораме сотрудники музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» представили необычные экспонаты из частной коллекции. Подлинные агит-листовки и другие образцы пропаганды времён Второй мировой войны. В Красной армии специальная служба по работе среди войск и населения противника была создана в 1940 году. У немцев существовали специальные роты. За годы войны было издано 20 тысяч наименований пропагандистской литературы на 20 иностранных языках. Здесь оригинальная форма решения. Это обычный чермунец советский, но с другой стороны пропуск в плен. Дело в том, что встречались уголовные дела, где за то, что у красноармейца нашли в кармане вот такую листовку, может быть для распора, может быть для других бумажных нужд. Но она была причиной того, что его расстреляли. Поэтому для того, чтобы замаскировать, их делали в виде партийных билетов, обложек, в виде советских денег. Листовки расклеивали на заборах, сбрасывали с самолетов, именно чиняли гранаты и снаряды. Была и устная пропаганда. Использовали радиовещательные станции и громкоговорители. В самых экстремальных условиях работали рупаристы. Они подбирались к противнику очень близко. Между ними могло оставаться до 30 метров. Это расстояние броска ручной гранаты. На выставке «Фронтовая пропаганда противостояния» посетители смогут увидеть и образцы агит-листовок для себя, призванные поднять боевой дух и разжечь ненависть к врагу. Карикатуры, в том числе целый сборник юмористических рисунков о Сталине. Чтобы подорвать боевой дух врага, с обеих сторон прилагали большие усилия, проявляя изобретательность. Продолжение следует...